МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами начинаем нашу последнюю передачу из цикла «Тайны ложных учений». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорили в последние несколько передач о движении Нью-Эйдж, движении новой эры и о его характерных чертах. Есть еще несколько тем из движения Нью-Эйдж, которые мы с вами не затронули и о которых мы поговорим сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одна из этих тем, это, или, точнее, даже две темы, это люциферианство и сатанизм. Это, наверное, самая моя нелюбимая тема, потому что очень часто все интересуются сатанизмом, все хотят про него говорить, хотя на самом деле любые разговоры о сатанизме, они влекут за собой появление разных новых сатанистов. Ну, вначале, наверное, стоит сказать несколько слов о люциферианстве, которое отличается от сатанизма. Это как раз еще одно заимствование из древних культов, или, точнее, отсыл к древним культам, которые так любят ньюэйджовцы. В чем разница между люциферианством и сатанизмом? Казалось бы, вроде никакой, а на самом деле она есть. Люцифериане считают, что люцифер – это светлый ангел, носитель света, глава духовной иерархии, который противостоит злому богу Библии. То есть люцифер провозглашается добром, а бог – злом. А сатанизм – это уже поклонение откровенному злу. И в этом смысле, конечно, люциферианство опаснее сатанизма. Потому что, ну, когда говорят об откровенном зле, ну, тут уже все понятно. А когда зло прикрывается добром, тогда это очень многих может привлечь. Я приведу одну лишь характерную цитату из люциферианских писаний. Вот она. Христос – та же сила, что и люцифер. Люцифер подготавляет человека для отождествления себя с Христом. Люцифер – ангел внутренней эволюции человека. Работает внутри каждого из нас, чтобы привести нас к целостности, благодаря чему мы можем войти в новую эру. Каждый из нас в тот или иной момент своей жизни приходит к такому переживанию, которое я называю «люциферовская инициация». Многим людям и сейчас, и в предстоящих днях предстоит люциферовская инициация в новую эру. То есть в Нью-Эйч, я поясняю. Принятие Люцифера – это включение в новую эру. Цитата говорит сама за себя, но мы видим, что тут прикрыто какими-то красивыми словами, и поэтому действительно многих может привлечь. Если же мы говорим о сатанизме, то тут нужно учитывать следующее. Большая часть того, что сейчас называется сатанизмом, к сатанизму все-таки не относится. Чаще всего, когда средства массовой информации говорят о сатанизме, они говорят о группах подростков, которые занимаются вандализмом, все ломают и крушат вокруг себя. Но это группы девиантных подростков с таким деструктивным поведением, которое есть в каждом обществе, но просто тогда, когда они видят разные сенсационные передачи «желтой прессы» или каких-то соответствующих программ телевидения про сатанизма, а про сатанизм им кажется, что это что-то очень интересное, привлекательное, и вместо того, чтобы быть просто, извиняюсь за жаргонное выражение, отморозками, лучше иметь некую идеологическую базу. И они начинают называть себя сатанистами, и ломать, и крушить начинают еще больше. Но это, собственно, не проблема сектоведения, это проблема детских комнат милиции, подростковой психологии, подростковых психологов и так далее, которые и должны с ними заниматься. А бывают и другие, вот вся эта мода на сатанизм, которая идет через тяжелый рок, через тяжелый металл, и при том я даже не возьму сказать, все ли эти музыканты, которые увлекаются всей этой символикой и сочиняют соответствующие тексты, являются ли они по-настоящему сатанистами, или они просто эксплуатируют эту моду для того, чтобы зарабатывать деньги. Просто цинично и нагло это делают. Вероятнее всего и второе, но все это, опять же, способствует популяризации этих идей в обществе. И если, конечно, там, скажем, в эпоху Возрождения тоже были какие-то сатанисты, но они не скрывали, потому что в приличное общество их не пустили бы, то теперь вся эта атрибутика и все эти идеи сделались модными. И вот на этом фоне уже действуют и, собственно, сатанинские секты, которые достаточно маленькие, достаточно законспирированные и, как правило, привлекают в себе закомплексованных людей, неуверенных в себе, с массой проблем. И, собственно, вся эта вот идея, что сатанист – это гордый, такой сильный человек – это не так. На самом деле это самые такие жалкие и несчастные люди полностью порабощаются вот этими ложами. И, кстати, ложи эти разделены между собой не древней сатанинской традиции. То есть максимум она продолжается, вот любая из этих лож – это там, ну, два, ну, максимум три поколения. Потом все кончается. И все они разделены, потому что сатана – «дьяволос» по-гречески значит разделитель, тот, который разделяет. И, конечно, своих поклонников он тоже не может удержать вместе. Они тут же ругаются и ссорятся между собой, и ненавидят друг друга чуть ли даже не больше, чем они ненавидят христиан. Ну и, конечно, весьма такая страшная судьба самого известного, может быть, сатаниста XX века, Алистера Кроули, англичанина, который всю жизнь так развивал, пропагандировал сатанизм, был председателем, главой орда Темпли Ориентис, ордена Восточного храма, писал разные сочинения, сформулировал основной закон сатанизма. Делай, что хочешь, в этом весь закон. Отличный закон, ничего не скажешь. Он от родителей получил громадное состояние, все его растратил в течение своей жизни и умер в нищете и в тяжелых болезнях, очень тяжело и страшно умирал. Интересно, когда я рассказывал своим студентам о конце Кроули, то они стали спрашивать, ну а как же, он же был такой известный, неужели у него не было учеников? Я говорю, ну, конечно, да, были ученики. А что же вы, ученики, не могли там пойти, ему стакан воды подать или еще что-нибудь, как-нибудь помочь ему в эти его последние дни? Я говорю, ну, дорогие друзья, они же сатанисты, им этого не положено. В общем, за что боролись, на то и напоролись. Но нужно помнить и быть с этим очень-очень осторожным, потому что существует большое количество психически неуравновешенных людей, которые иной раз смотрят какую-то передачу соответствующую программу про сатанизм или читают «Желтую прессу», где написано, что наш корреспондент с риском для жизни проник на сатанинское, там, черную мессу, и вот, что он там отснял, и так далее. На самом деле, все это постановочные, конечно, кадры. Но потом эти люди смотрят на это и вдохновляются, считают, что в них поселился сатана, и дальше они идут и совершают преступление. Вот человек, который убил трех монахов в Оптиной несколько лет назад, он был психически больным человеком, который как раз посмотрел телепередачу, и потом, собственно, взял кинжал, вырезал на нем 666 и пошел убивать монахов. И тут, конечно, нужно проявлять большую осторожность. То есть в этом смысле, чем меньше про это говорить, тем лучше. Ну и последнее, наверное, что можно сказать о сатанизме, что есть несколько типов сатанизма. Есть сатанизм, так называемый, в кавычках, библейский, который берет библейскую картину мира, берет библейского бога, но переворачивает все наизнанку. Он вторичен по отношению к Библии. То есть те, которым служат черные мессы, которые переворачивают крест и так далее и тому подобное. Есть дуалистический сатанизм. Это те, которые считают, что мир держится на противоборстве двух сил, темный и светлый, добрый и злой, и так далее. И они сознательно выбирают темную, злую сторону, к которой поклоняются. И есть атеистический сатанизм. Те, которые считают, это вот Энтони Шандер Лавей, автор сатанинской Библии. Он как раз принадлежит к атеистическому сатанизму. Бога не верит вовсе, а что есть вот просто некая такая жизненная сила, которая называется сатана, и которую нужно развивать, поощрять, возгревать разными обрядами отвратительными и прочее, и которая будет тебе помогать в жизни. Ну, как видим, все это на самом деле беспомощно, смешно, и очень-очень мало привлекательно. И на самом деле никакой человек с чувством собственного достоинства, с интересом к жизни, с желанием состояться как человек и не идти за толпой, не идти за массой, никогда сатанистом не станет. И те люди, которые делают сатанистами, они очень жалкие люди, которые, конечно, нуждаются в жалости, сострадании и какой-то помощи. Еще одна тема, опять же, Ньюэйджевская, это Ньюэйджевская медицина, которая сейчас достаточно широко распространяется. Ну, мы с вами говорили о псевдомедицинских сектах, у нас была специальная передача, посвященная им, но вот тут вот нужно помнить, что на самом деле все они, опять же, действуют в Ньюэйджевской парадигме. Что это, может быть, основная идея, что главное, это вот холистическая медицина. Я употреблял уже термин, это целостность организма, что нужно весь организм лечить, нужно поддерживать баланс, и тогда не будет болезней. Вроде звучит привлекательно, но на деле получается то, что человек вроде здоровый, он все время лечится, лечится и лечится, и только и думает о разных процедурах, о разных питаниях, о клизмах там и еще о чем-то. И полностью, если у кого-то есть такие знакомые люди, вы знаете, что они абсолютно невозможны для общения, потому что у них все время что-то нужно такое делать. Это, есть такая тоже марка, аюрведическая медицина. Аюрведическая медицина – это средневековая индийская медицина, как любая средневековая медицина, весьма и весьма, ну, примитивная, которая мало что может. Но в последнее время это стало модным брендом и очень привлекает людей. Но, опять же, ну, вот есть Индия вроде, есть такой простой пример Индии, вроде бы там родина аюрведической медицины, которая нам обещает, может лечить все, что угодно и так далее. Но посмотрим, вот недавно премьер-министр были проблемы с сердцем, он лечился не аюрведической медициной, а полетел в Германию, чтобы сделать себе операцию на сердце. Там обычной традиционной медицины. И те люди, которые очень увлекаются, им говорят про древнюю медицину, которая, вот опять же, намного лучше современной, ну, конечно, если ничем особенно не болеть, может, она и лучше, там, и от простуды, какой-нибудь травки попить, ничего плохого не будет. Но вспомним, на самом деле, что вот, собственно, современная медицина, она ведь очень новая, она недавно появилась. Вспомним, все это время была как раз народная эта медицина, древняя медицина, которая нас призывает вернуться. Вспомним, какая была детская смертность в то время. Вспомним, сколько женщин умирали родами. Вспомним, какие болезни, от каких болезней, простых болезней, которые сегодня лечатся элементарно, умирали люди, и нельзя было их спасти. И поэтому, нет, пожалуйста, то есть пока человек здоров, действительно можно увлекаться. Если заболеешь, то забудь про всю эту традиционную медицину и иди к нормальному врачу. Вот это вот нужно помнить. И тоже одно из нюэчевских направлений в медицине, это так называемые рейки, или система естественного исцеления усуи, которая якобы происходит из Японии, ну, то есть, да, она происходит из Японии, от якобы человека, которого звали Микао Усуи. Это вот мифическая личность. Сами рейкисты даже путаются в его биографии. Кто-то говорит, что он был католическим священником, другие, что он был претестантским пастором, третье, что он был буддистским монахом, четвертое, что он был профессором в университете и так далее. И вот он якобы долго постился на горе и изобрел систему, как лечить при помощи лучей, космических лучей. Это вот те самые ки или ци, если в китайском варианте, рейки. А, это вот энергия, энергия ки, которая проходит из космоса через руки человека и исцеляет. Вот, дескать, она и через руки Христа проходила, исцеляла, и теперь каждый человек тоже может исцелять. И на самом деле это целая такая пирамида, потому что есть посвящение в несколько уровней рейки. Ну, во-первых, платишь деньги за болезнь, то есть за лечение от болезни, и целитель вводит над тобой руками. И вот эта вот рейки, эта энергия, она, дескать, ну, вот кого захочет, исцелит, кого не захочет, не исцелит. Поэтому, если ты не исцелился, ну, ничего не сделаешь. Рейки не захотела, энергия не захотела тебя исцелить. Денежки платишь, и время, опять же, упускаешь, потому что у врача еще можешь успеть поправиться. Если хочешь сам стать целителем, нужно заплатить деньги, тебя посвятят в первую степень рейкийского целителя. Довольно большие деньги, больших денег это стоит. Побудешь там, можно потом за еще большие деньги получить посвящение во вторую степень рейкийского целительства. Тогда сможешь лечить даже на расстоянии. Ну, естественно, тоже. То есть уже просто сидеть дома, тебе деньги приносит, а ты там лечи себя. И, наконец, за очень большие деньги можно получить посвящение рейкийского целителя третьей степени. А там, соответственно, ты можешь посвящать других целителей и за это брать деньги. Ну, то есть, пирамидальный принцип налицо. Дорогие друзья, в последние несколько передач мы с вами говорили о движении новой эры. и я постарался перечислить основные черты этого движения. Я думаю, многие из них были вам знакомы. Думаю, с многими из них вы так или иначе сталкивались. И вы видите, насколько они пронизывают нашу жизнь. Если в советское время Советский Союз называли страной победившего социализма, то теперь мы видим, что наша страна во многом стала страной победившего оккультизма. Когда рухнул железный занавес, вся эта нечисть хлынула к нам. Впрочем, еще и во время железного занавеса уже, так сказать, исподваль все это готовилось. Как говорили, как сказал один очень умный человек, когда был железный занавес, он не доставал до земли, и навозная жижа подтекала снизу. И еще в советское время, я помню, были фильмы и про летающие тарелочки, и про какие-то приветы с Марса, и про индийских йогов с их невероятными качествами, и про телепатию, и прочее, и прочее. Все это среди интеллигенции развивалось, и все это принесло свои плоды. Оккультизм сегодня царит в нашей жизни, и, конечно, церкви требуется очень много усилий, чтобы объяснить людям всю ложность этих учений, всю ложность этих теорий. И все это являет собой некую, действительно, вот такую вот альтернативную религию. Религия, которая альтернативна христианству, и которая активно воюет с ним. В этом смысле все секты, о которых мы с вами говорили в течение наших с вами долгих встреч, все эти секты так или иначе также относятся к движению Нью Эйдж, если понимать его в самом широком смысле. Потому что у всех из них есть характерные черты, которые мы перечислили вот за последние несколько передач. Это и ожидания новой эры у тех или иных сект, которые об этом говорят. Это и космические разные приключения, и пришельцы, и реинкарнация, и аморализм, и так далее, и тому подобное. Все это есть, и со всем этим мы сталкиваемся. Таким образом, круг замыкается, и вот та война, которую этот мир ведет против церкви, а, возможно, сейчас она входит в свою финальную стадию с формированием Нью Эйджа как религии Антихриста, о чем мы с вами тоже говорили. Мне часто задают вопросы, как уберечься от сект, как сделать так, чтобы ни мы, ни близкие туда не попали. Ну, все противостояние сектам, мне кажется, должно идти на двух уровнях. Одно это то, чем мы с вами занимались во время наших встреч в течение года. Это распространение информации о сектах. Потому что, чем больше люди будут знать правдивой информации о сектах, о том, что в сектах их ожидает, какие требования будут к ним предъявляться, во что на самом деле секты верят, и так далее. Чем больше люди будут это знать, тем меньше шансов, что они когда-либо пойдут добровольно в эти секты. Мы с вами в течение наших встреч как раз рассказывали, рассказывали как можно больше о том, о тех тайнах, которые секты скрывают. Ведь есть рекламная картинка. Мы помним, что никогда не приглашают автоорганизацию секты, в которой ты окажешься на самом деле. Они дают рекламную картинку. Если человек вспомнит, вспомнит то, что там на самом деле, сам сравнит и сам сопоставит вот эту рекламную картинку с той истинной, что там содержится внутри, вряд ли кто-нибудь когда-нибудь согласится. Но вот одного предупреждения, конечно, мало. Нужно большее. Ситуацию можно сравнить, например, вот если кран прорвало у нас в ванной. Прорвало кран, вода хлещет на пол. Ну, в первую очередь, конечно, хватаешься за тряпку, чтобы вытереть эту воду, чтобы не залить соседей. Но ведь вечно не навытираешься. Нужно чинить сам кран, и когда, потому что всю жизнь не сможешь все время откачивать эту воду. Нужно починить, и тогда прорыв будет залечен. И вот то же самое. Но как починить, как исправить ситуацию? Для этого, чем больше мы с вами будем знать о нашей религии, о нашей вере, об истине православия, тем меньше шансов будет то, что секты когда-либо смогут нас обмануть. Потому что истинная православие, она побеждает любые сектантские злосплетения. Нужно помнить, что секты это всегда подделка. Секты это всегда фальшивка. Они подделывают оригинал. Они изменяют оригинал. Но в том-то и дело, если есть фальшивка, значит, должен быть и оригинал. И нужно нам с вами помнить про то, что есть этот оригинал и как следует его изучать. Вот, знаете, в полиции есть специальное подразделение, которое занимается фальшивомонетчиками. Специалистов этих подразделений долго готовят. Они изучают разные банкноты, они изучают разные фальшивые банкноты, они смотрят, как их делают, они смотрят, сопоставляют, сравнивают, запоминают эти фальшивые банкноты. Но, сколько ни изучая фальшивки, всегда найдется новый умелец, который новую изготовит. И с которой человек, этот специалист не будет знаком. Не так ли? Поэтому, в первую очередь, еще до того, как изучать фальшивки, они изучают настоящие деньги, они изучают настоящие банкноты и знают их до каждой завитушечки, до каждого волоска, до каждой выпуклости и шероховатости, которая есть на них. И когда они знают подлинник, то тогда любую фальшивку им очень легко определить, даже если с этой фальшивкой они до этого никогда не сталкивались. Мы с вами успели за этот год поговорить о многих сектах. Но, конечно, сект гораздо больше, чем все те, которые мы сможем упомянуть, которые мы смогли упомянуть. И даже у тех сект, которые мы с вами упомянули, у них есть другие направления работы, другие названия, они видоизменяются, они придумывают что-то новое, поэтому все упомянуть невозможно. Но помните о том, что есть православие, есть церковь, есть церковное вероучение, есть церковная жизнь. И если вы будете ей жить, дорогие друзья, если вы будете изучать и знать свою веру, а не просто приходить поставить свечку, то тут все сектантские учения разобьются о вашу веру и о ваше знание. Ну и в заключение еще один вопрос, который часто задают, а что делать, если близкие уже попали в секту? Как этому противостоять? Как вернуть их к нормальной жизни? Ну, на самом деле, дорогие друзья, это самая сложная проблема. Конечно, лучший способ выйти из секты, это туда не попадать. Точно так же лучший способ, скажем, не бросить наркотики, это никогда не начинать их принимать. Ну, действительно, есть люди, которые попали в секту, и вот тут главное, это стараться сохранять общение с вашим близким. Секта всегда будет стремиться к тому, чтобы это общение было бы разорвано, потому что чем меньше у человека возможности получать информацию из не секты, тем более честно, тем более плотно секта его держит. Наша задача, несмотря ни на что, сохранять эти отношения, молиться за нашего близкого, стараться не спорить с ним о секте, потому что это приведет к скандалу и к разрыву отношений, но молитесь за него и живите церковной жизнью. И, на самом деле, те проблемы, которые были и которые привели ее в секту, они разрешатся. И когда-то наступит такой момент, когда он захочет что-то услышать. И очень важно сохранять общение, чтобы этот момент не пропустить. И, конечно, связывайтесь со специалистами. Есть наш сайт, если что, вы можете написать туда письмо, и мы постараемся найти специалиста, который находится ближе всего к вашему дому в городе, в котором вы живете. Рацирс, Российская ассоциация центров изучения религии и сект, она представлена где-то примерно в 30 городах и регионах страны. И количество членов Рацирс-специалистов постоянно растет. Поэтому мы надеемся, мы сможем найти человека, который поможет вам. Итак, помните о том, что вы должны сохранять отношения с вашим близким, нужно прекратить всякие споры с ним и молиться за него и собирать информацию о той секте, о той секте, в которую попал ваш близкий. Эта информация вам поможет. И потом связывайтесь с нами, и мы постараемся наилучшим образом организовать ваше противодействие секты и помочь выводу вашего близкого из нее. Итак, дорогие друзья, настало время нам прощаться. Мы завершаем наш цикл. Для меня было большой радостью общаться с вами в течение этого года. Я старался отвечать на ваши вопросы, но, конечно, вопросы поступают новые, и те вопросы, на которые я не успел ответить. Пожалуйста, пишите их на сайте канала «Радость моя». Я постараюсь отвечать на эти вопросы. Либо можно адресовать вопросы непосредственно к нам, опять же, по адресу Центра Святого Ирине Ильонского. Выходите к нам на сайт, там этот адрес указан, пишите, и мы постараемся на эти вопросы ответить. Я желаю вам всем всего доброго, желаю, чтобы никого не коснулось это несчастье, чтобы ни вы, ни ваши близкие никогда не попали бы в секты, чтобы мы всегда пребывали в нашем доме, в православной церкви, и чтобы мы вместе радовались той радостью, тому счастью, которое дает православным Христос. И позвольте прощаясь с вами приветствовать вас всех словами преподобного Серафима Саровского, которым он встречал каждого приходящего к нему. Христос воскресе, радость моя! Серафима Саровского,